Совсем недавно на днях опрос одной из структур на Украине примерно 38 процентов говорят о неизбежности до конфронтации военной с россией в той или иной степени то есть рассматривая как враг речь идет вот именно о том чувстве реванша до который сейчас зреет зреет в украинском обществе если это так я попрошу тебя развить тему и ответить на вопрос к чему эти настроения могут привести но настроения могут привести к экскалации конфликта и я думаю она будет вот я уверен почему-то мне сейчас чуйка что она будет ближайшее время потому что если покрасили бмп дали какие-то новые приблуды то хочется их опробовать в деле дали новую форму вроде как пиарится что украинская армия на провела коренную реформу и по рекламным роликам многим кажется что так и произошло те люди которые не хотят вникать в детали конечно украинская армия по сравнению с четырнадцатым годом повысила свою боеспособность вот но самая главная проблема всей этой силовой операции это наступающая пехота все реваншисты они реваншисты пока они сидят на диване даже если они бывшие военные как только снова они окажутся под свистящим холодным ветром в окопах светлодарской дуги широкина и там я не знаю сокольников да то есть им скажут ребята сейчас будет подготовка а потом мы все дружно поднимаемся идем в атаку спешиваемся с эбэх и вперед на опорные пункты и тогда многие задумываются нужно им это или нет нередки случаи и я у себя в телеграм канале приводил эти примеры цитаты украинских военных с украинских источников чтобы чтобы никто меня не обвинил в том что я пропагандист российская взял украинские источники когда во время сражения в декабре 16 года на светлодарской дуге просто многие военные отказывались идти на помощь своим мехводы боях отключали связь и никуда не ехали потому что командиры которые перед этим входили в состав штурмовых групп отказались идти в бой кто-то заболел у кого-то стала плохая чуйка он отказался просто так и сказал добровольно это вот есть все украинская правда брала интервью участников это еще было в семнадцатом году вы же эти интервью вышли там все это расписывается то есть быть реваншистом в теплой квартире очень легко но нужно будет наступать и когда у тебя будут потери большие когда вдруг концу дня у тебя закончится взвод у тебя во взводе останется три человека я был в такой ситуации когда во взводе осталось три человека я был в такой ситуации ребята никто никуда наступать после этого не хочет так значит хочет там такие же люди и мы такие же когда у тебя во взводе за сутки закончились люди ты уже никуда не пойдешь и Это правило такое. Поэтому были там раньше и загранотряды, и все остальное, потому что реально, когда бойня идет, то наступать действительно сложно. А бойня будет. Слишком много артиллерии, слишком много всего такого, много всего. И нужно дух иметь, чтобы идти несмотря ни на что. Поэтому с одной стороны я вижу, допускаю возможность, что украинская сторона будет какой-то реванш, захочет какого-то реванша, но он ничем не закончится. Просто бессмысленными очередными жертвами. Вот и все. Ты знаешь, тревожные ощущения вызывают и состояние дел на передке защитников Донецка и Луганска. Мы знаем, что существует цензура, существует официальная информация, но есть реальность. И несмотря на все запреты, она кое-что попадает, так сказать, для сведений. Ситуация плоха. Такой же не комплект личного состава, крайне низкая мотивация людей. Все эти объявления о боевой готовности, а потом отмены ее, они чрезвычайно раздражают людей. Есть поток нежелающих служить. Ведь на самом деле оборона не выглядит вот такой вот неприступной стеной. Это каким-то образом может сказаться на ходе боевых действий. Или все просто гораздо. Какие, что бы ни предпринимал противник, какие бы действия он ни планировал, мы все ждем северного ветра, а там хоть трава не растет. Но, значит, я скажу в общем, потому что, чтобы говорить конкретно, это не нужно говорить в открытом доступе. Я готов всем, кто интересуется данной тематикой, тех, кто компетентен разбираться в этом вопросе, кто уполномочен разбираться в этом вопросе, я готов с ними поговорить и на конкретных фактах и примерах объяснить, что там творится на самом деле. Это я буду делать не на камеру для людей, которые в этом уполномочены разбираться. Для общей массы скажу, что ситуация не то, что плохая, она отвратительная. Дальше, ну как сказать, помешает ли это наступление украинской стороны? Насколько это помешает наступление Украины? Я не знаю. Потому что, все-таки, лично мой прогноз, с той стороны ситуации мне намного лучше. Да, их больше. Мы уступаем им по численности, по вооружению, по качеству вооружения. Украинская сторона в последнее время активно применяет беспилотники, в том числе ударные квадрокоптеры, переделанные кустарным способом. И делает это очень эффективно. Противостоять. Насколько вот те эпизоды, где я знаю, противостоять нашим солдатам, этому нечем. Нечем. Решается ли как-то эта проблема? Я сейчас не в армии, сказать не могу. То есть решается эта проблема. Думают ли ее решать? Не думают. Я не знаю. Но состояние действительно очень отвратительное. Я же говорю, успокаивает только то, что с той стороны ситуация не намного лучше. И самая главная проблема, чтобы бросить в бой солдат, нужно взять кому-то на себя ответственность. А украинское командование такое же безинициативное, ленивое, боящееся ответственности, которое просто мечтает о карьерном росте и спокойной службе. Поэтому нет у них там никого, кто мог бы решительно действовать по хорватскому сценарию или по какому-либо еще сценарию. Вот и все. Есть такие косвенные факты, что на ряде направлений под видом плановой ротации украинских подразделений на передовую перебрасываются боевики вот этих добробатов, так называемых. Например, под Докучаевском сейчас позиции занял Айдар. На других участках так они вводят. Смотри, есть факты, что в районе Дружковки сосредоточены в районе ЖД-станции, по крайней мере, несколько дней назад танковые подразделения численностью до батальона. Перебрасываются пионы в район боевых действий в Донбассе. Это можно как-то, на твой взгляд, рассчитывать как косвенное свидетельство о подготовке к наступлению? То, чтобы говорить об этом, знать точно, плановая ли это ротация, или это переброска дополнительных каких-то средств, это нужно быть начальником штаба корпуса, народной милиции или начальником разведки, которые на примере конкретном скажут, что да, это они перебрасывают, готовят наступление, или это у них идет плановая ротация. Если это накапливаются силы, конечно, они для каких-то целей накапливаются. Если это плановая ротация, то есть мы можем видеть, да, там кто-то инсайдеры или люди гражданские, там, сочувствующие, нам передают информацию о том, что что-то там выгружается где-то, но мы видим просто выгрузку техники. А что за этим стоит, мы не знаем.